Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 7 декабря. Сейчас я буду солить свою селедку и расскажу вам, ну преимущественно тем, кто никогда еще не солил, как можно посолить очень быстро рыбу в домашних условиях. Я всегда селедку солю сама, никогда не покупаю в магазине, потому что несколько раз попыталась. Один раз купила, открыла, она там сырая совершенно. Другой раз купила. Она такая пересоленая, что и есть невозможно. Это мне очень не понравилось, и я стала продолжать солить селедку сама. Зачем? Вот многие же солят сами дома. Зачем мы сами солим селедку? Казалось бы, чего проще, пойдешь в магазин и купишь. Но я уже не говорю о цене, что там вот простая и соленая, у них разница в два раза. Хотя кроме соли ничего почти мы не добавляем, и очень быстро она готовится. Почему-то неоправданно высокая цена, не очень хорошее качество, не всегда удается. Иногда в засол идет рыба с плохими, вот с такими мягкими брюшками, которые вообще нельзя кушать. Но и не в том дело. Главное, что не всем подходит концентрация. Ну, короче, каждый должен сделать свой туз лук так, как ему нужно. Вот я, например, люблю недосоленую. Даже если она долго будет лежать в этом растворе, солиться, она должна быть не очень сильно соленая. А кто-то любит пересоленую, вот такую вот крепко соленую, кто использует, например, ее в качестве закуски. Я-то вот сейчас ее хочу использовать, хочу завтра сделать себе маленькую шубку, ну, селедку с овощами, там, со свеклой, с морковкой, с картошкой. Все знают это блюдо. И так как сейчас у нас в преддверии Нового года, до Нового года осталось меньше месяца, вот этот рецепт вы сможете применить, если, например, захотите приготовить сельдь под шубой в праздничном варианте, в большом блюде такой, красиво украшенное. Я на каждый Новый год делаю селедку под шубой, у нас все ее любят, особенно я, потому что там много свеклы, моркови, и селедочка тоже приносит вот такой, как, ну, такой изысканный вкус. Попадется кусочек солененький, очень вкусно, особенно после бессолевой диеты, это будет прелесть. У меня рецепт соления селедки, очень старый-престарый, я сейчас вам его покажу, но я его, как и все, немножко меняю. Вот это та же самая тетрадь, которая уже скоро старше меня будет. Сразу извиняюсь за внешний вид ее, потому что она у меня присутствовала много лет при приготовлении различных заготовок на зиму и все. И вот здесь у меня написано, посолка сельди домашней. Очень простой рецепт, очень хороший и очень вкусный. Его можно менять, варьировать, там ингредиенты одни добавлять, одни убирать, и можно свой рецепт изобрести, который подходит именно вам, с тем количеством соли, которое вы любите, и той острости, например, или пикантности. Вот написано, килограмм непотрошенной сельди на 1 литр воды, 100 грамм соли, 50 грамм сахара, и пошло все приправы перечислять. Лавровый лист, гвоздика, имбирь молотый, чеснок, петрушка, кориандр, перец красный молотый, перец черный молотый, перец душистый молотый, паприка, лук. Тут всего очень много, я сразу говорю, что я не увлекаюсь, все сразу вот это не кладу, сейчас я расскажу, что я кладу. И приготовление рассола. В воду добавить соль, сахар, приправу по вкусу. Просто довести до кипения, как только закипит. Выключать, остудить, залить и поставить в прохладное место. Обычно через сутки такая рыба уже готова. Но вот смотрите, что изменяю я. Там написано, рыбу целиком ложить. Я ее всегда убираю, вот это вот, кишки убираю, и я ее разрезаю на кусочки, потому что я большие количества, по килограмму, почти никогда не солю. Я не думаю, что кому-то это нужен, такой большой объем. Вот смотрите, сейчас я сделала на пол-литра воды. Я беру на пол-литра воды, как раз для одной селедки достаточно. Я ее разрежу на кусочки, вот туда размещу, и она как раз компактненько, вот эта литровая баночка будет у меня стоять. Значит, я убавляю в 2 раза соль, не 100 грамм, как на литр, а 50 грамм соли и 25 грамм сахара. И с приправами я не увлекаюсь, я кладу, как по классическому рецепту, лавруха, гвоздика, перец с душистым горошком и кориандр целый. Все, этого достаточно для того, чтобы был вкус такой, сузлук приобретает такой аромат. Вот сейчас попробую еще имбирь молотый, который в рецепте, но если честно, ни разу не клала. Перец красный молотый тоже не кладу, потому что острое уже не очень люблю. Но если вы любите поострее, вот там написано и перец красный молотый, и перец черный молотый, и чеснок, все это можно добавлять по рецепту, тогда она у вас будет именно такая вот остренькая. Я более уже нейтральные блюда готовлю. Вот сейчас я разрежу ее, вот сюда все это положу, вскипечу, остужу, разрежу и закрою. И в разрезанном виде кусочки, они просаливаются намного быстрее. Почему я это делаю? Потому что я делаю вот как на одну небольшую порцию, и мне нужно, чтобы завтра утром уже было готово. Вот я сейчас уже отвариваю свеклу, отвариваю морковь, пока все это варится, остынет, и завтра утром встану, все ингредиенты будут готовы, и я слоями, слоями сделаю себе шубу. Покажу вам, как делаю шубу для повседневной жизни, и покажу вам, как делаю салат-шубу в таком, в красивом варианте, красиво оформленном, чтобы действительно была шуба в новогоднем исполнении. Потому что вот одна девушка написала, когда я про винегрет рассказывала, что винегрет это не праздничное блюдо, я его готовлю два раза в неделю, несколько раз, я тоже шубу готовлю иногда и не в праздники, просто так у меня и сын любит, и муж. Но праздничное или не праздничное блюдо больше всего зависит от оформления, от подачи на стол, от исполнения. Можно и винегрет, и шубу сделать в таком праздничном варианте, что подойдет, украсит и любой свадебный стол. А можно сделать для себя попросту, без разных украшений, просто если вы любите селедку с овощами, пожалуйста, сделайте в повседневной жизни. Все, я рассказала вам, как солить селедку. Готовится очень быстро, если будете сразу добавляю, что если будете готовить целые тушки, например, ну, несколько в большой банке, целые просаливаются дольше. Если хотите ускоренный вариант, нужно резать на маленькие кусочки. Если хотите, чтобы посолилась еще быстрее, то воду можно до конца не охлаждать, и когда она будет теплая, сразу туда поместить кусочки. В теплом тузлуке селедка просолится быстрее. Через 4 или 6 часов маленькие кусочки уже будут готовы. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Солим селедку домашнюю всегда дома. Самое лучшее из этого то, что свой рецепт вы подберете, не будете ничего добавлять, и всегда знаете, что там добавлено. Продолжение следует...